Фил Хук, сегодня покажу вам, как на самом деле надо повторять работу, нажимая кнопки в фигме, а не бездумно отрисовывать чужие пиксели. Пойдем покажу. Поддержите. И пойдем. Для начала нужен сайт, который будем повторять кнопки в фигме нажимать. А пока я ищу, подписывайтесь на мой инстаграм, телеграм, мне даже дзен есть. Хотя я вот уже нашел, но тем не менее, ссылки на все социалки есть внизу в описании ролика. Присоединяйтесь там, в тех социальных сетях, которыми пользуетесь. Давайте как на рынке в первой палатке. Берем куртку, время экономим и три года довольны. Хороший макет, кстати. Давайте пару экранов отрисуем, кнопки понажимаем. Надо перегнать этот сайт фигму, для этого можно сделать скриншот первого экрана, потом заскриншотить второй, поставить картинки рядом и уже начинать нажимать кнопки. А я вот пользуюсь скриншотом клиншот, и он умеет делать скриншот скролла. Скроллинг капча. Выбираю область, нажимаю Enter и не спеша скроллю вниз. Столько экранов, сколько необходимо. Нажимаю Enter и картинка готова. Забираю ее и Ctrl VF фигму. Она на месте. Нижнюю границу можно подтянуть, чтобы этот визуальный шум не отвлекал, и все, что осталось, повторим. Повторять чужие работы, это, конечно же, офигенный план, но тут есть несколько заковырок. Во-первых, такую работу, конечно же, не добавишь в портфолио, потому что пиксели чужие. И одно дело, когда вы берете какой-то сайт и его повторяете, и потом в интернете будет только две одинаковые картинки, при условии, что вы свою копию закинете себе в портфолио. И совершенно другая история, когда вы повторяете по какому-то уроку или марафону те же пиксели, которые повторили еще 80-300-500 человек, и все это дело потом загружаете на Behance. Сомнительная история, даже если вы укажете, что это все было сделано в образовательных целях по какому-то уроку. Во-первых, эти приписки никому не интересны, их пропускают. Это разглядывают только картинки, у заказчиков нет времени читать тексты, у дизайнеров, конкурентов, перед которыми вы пиписькометром крутите, тем более нет времени читать ваши тексты. Во-вторых, открывать Behance там просто туева хуча одинаковых работ, непонятной читапки, но точно понятно, что перед нами новички, и что где-то кто-то запустил бесплатный марафон и испортил ленту Behance. Как минимум, все эти одинаковые однотипные работы можно оформить с разным контентом, на свою тему, на свое усмотрение, как мы это с вами провернули в дизайне мобильного приложения про детские подкасты. Я объяснил, показал последовательность, как получить результат, а вы потом нажимали кнопки в той же последовательности, но по-своему, и получились разные работы на разные темы. Да, понятно, откуда тапки растут, но все равно это же не прям под копирку. Так и тут же такой же подход, когда вы повторяете какой-то макет, чтобы кнопки понажимать и скиллы фигмы прокачать, не используйте принцип Pixel Perfect, а не повторяйте каждый пиксель прям пиксель в пиксель, делайте на свое усмотрение. Если высота фотографии 597 пикселей, так сделайте 600, не повторяйте прям пиксель в пиксель, если расстояние между карточек, скажем, 35 пикселей и непонятно, что тут с сеткой, сделайте 30 или 40, десятками удобнее орудовать и верстать потом комфортнее. Или хотя бы 36, чтобы делилось на 4. Возможно, вот этот пиксель между 35 и 36 сперло настроение верстальщика, ведь вы не забывайте, что между классным макетом и реализацией на сайте есть еще настроение верстальщика и его умелые руки. А то вы ставите этот макет полупрозрачной подложкой, потом повторяете пиксель-пиксель, привыкаете к каким-то непонятным значениям и их потом используете в своей работе, и потом все страдают, ведь верстать непонятные значения, то еще удовольствие. Возможно, в исходнике у дизайнера были классные понятные значения, а потом верстки по каким-то непонятным нам причинам получилось что-то непонятное, и не надо к этому непонятному привыкать. Или, например, вы взяли не сайт со спорченными пикселями, а макет дизайнера, из Абиханса загрузили, там верстальчик не лазил, значит там все будет четенько, подумали вы. Абиханс вставил палку в колеса, дизайнер загружал макет, Абиханс его уменьшил и пропорционально все это дело уменьшилось, и теперь там отступы не такие, как были в макете у дизайнера. Размеры шрифтов, отступы, все это дело изменилось. И когда вы смотрите 597 по высоте его фотографии, вы думаете, ну тот же дизайнер не идиотин, а ведь он так сделал. Сделайте 600, не повторяйте пиксель в пиксель. Еще не начали кнопки нажимать, а я уже заспойлерил главный принцип. Не ставьте реф снизу полупрозрачной подложкой под макетом, и потом не отрисовывайте сверху элементы пиксель в пиксель. Не ставьте себе палку в колеса. Гораздо лучше и эффективнее оставить реф сбоку и пытаться повторить его, анализируя попутно, почему здесь такие размеры, и, конечно же, ставя свои значения. Нравится вам 600? Ставьте 600, не делайте 597 или 603. Сделайте красивое, аккуратное число. Вот этим давайте и займемся. Первым делом создаем фрейм. Нажимаем F, пуляем 1920 пикселей, где-нибудь 1000 на 5 по высоте, и ставим нулевые координаты, чтобы все это дело еще и смотрелось прилично. А реф наказываем где-нибудь сбоку. А дальше его можно просто поделить на части. Начинать будем с хедера, пойдем сверху вниз, вот его и оставляем. Самое главное, идея в том, чтобы не оставлять этот реф в виде полупрозрачной подложки и не рисовать пикселями сверху. Достаточно где-нибудь недалеко разместить и рядом кнопки нажимать. Правильно, первым делом заводим цветовые стили. Можно просто бахнуть сюда пипеткой, забрать цвет и обозвать его, а можно попробовать самому подобрать. Это где-то будет зеленоватый, вот такой вот темный. Пойдет. Нажимаем печеньку, добавляем новый стиль, и это будет BG, Dark. Темное BG. Есть еще рядом светлый оттенок, разламываем и уводим все это дело куда-то вот сюда. Ну да, пойдет. Печенька BG, Light. Лигахт. Есть еще белый цвет, тут и без пипетки каждый справится, нажимаем печеньку, пишем Light. Логотип заберем на сайте, не будем его повторять, раз он готовый, проверить объект. Там где SVG, просто нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, вставляем фигму. Эту SVG-хину перекрасили, у нас есть такой стиль. И нажимаем BUB, чтобы сделать компонент логотипа. Текстовки можно напечатать, а можно сэкономить немного времени и забрать их на сайте. Кстати, сейчас будет лайфхак, так что приготовьтесь отсыпать. Вы же любите лайфхаки, правильно? Поэтому не жадничайте лайки, ставьте их. Каждый раз столько лайфхаков вам рассказываю. Смотрите, копируем ссылки, а это именно тексты, в которых прописаны ссылки. И когда возвращаемся в фигму, через Ctrl-V вставляются разные ссылки. Не одна какая-то общая, которую можно за один раз убрать, а прям 4, и 4 раза придется убирать. И Ctrl-Shift-V не помогает. Может, вы знаете какую-то жареную комбинацию, которая позволяет сюда вставить обычный текст. Но я обычно просто вставляю текст вот сюда, потом его копирую, и уже в фигме вставляется без всяких ссылок. Такой вот вейфхак. А это программулина, аналог обычного заводского поиска на Mac, и Spotlight, он, по-моему, называется, или как. Если вам, в принципе, интересно, с чем я пользуюсь, какие программы запускаю, утилиты, какие использую, дайте знать в комментах. Может, возможно, появится у нас отдельный плейлист со всякими разными полезными утилитами и программами для дизайнера. Не нужное удаляем, а нужное вырезаем. С зажатым Alt-ом ставим рядышком и нажимаем Shift-A, чтобы получился Auto-Layout. Вставляем, пробел удаляем. Вырезаем, вставляем без пробела. Вырезаем контакты и вставляем в самом конце. Перекрасить всегда успеем, давайте разберемся вот с этими закруглениями, каким образом их лучше реализовать. Начнем, пожалуй, с прямоугольника. Через Alt-W пуляем к верхней границе, через Alt-A в самое начало, а ширина его будет такая же, как ширина фрейма. 1920 по высоте, например, пикселей 70 для начала должно хватить, и отправляем его на задний план, чтобы текстовки были на переднем. Он будет темным, поэтому привязываем Background Dark, а тексты надо проявить. Привязываем к белому стилю. Выбираем прямоугольник и жмем жареные кнопки Ctrl-A, чтобы вокруг него появился фрейм. У этого фрейма выбираем дно светлым бэкграундом. Выбираем прямоугольник внутри фрейма и сдвигаем его просто ниже. Например, пикселей пока на 60. Давайте настраивать уголки. Верхний правый, пикселей 20. Пойдет, значит и левый тоже туда же. Наверное, поднимем, все-таки тут поменьше. Это тогда тоже приподнимем. Выбираем фрейм, жмем Clip Content. По высоте, смотрите, как сошлось. Ну, красота. Что тут с сеткой, пока непонятно. Вроде есть какие-то три колонки, а вроде и нету. Тут как-то не привязаны к этим колонкам, поэтому пуляем через Alt. Что там? Alt-D. Иногда нажимаешь на кнопки и даже не знаешь, какие. Просто нажимаешь, потому что знаешь, что произойдет. Теперь надо позвонить в 100% Zoom, посмотреть, что тут с читаемостью. Во-первых, текстовки поставить с правой стороны, чтобы все это дело можно было раздвинуть влево. И раздвинуть, потому что слилось все это дело в одно предложение. А должно быть все-таки отдельными текстовками. И что-то, ну, очень как-то скромно. 12 пикселей даже для смартфонов маловато. Там делают 15, чтобы тексты читались. Так смартфоны перед носом. А тут метр до этого телевизора, то есть буквы, цифры еще и за счет расстояния будут еще мельче казаться. Тем более, это же контакты. Если вы хотите, чтобы с вами связывались, то как минимум, если незаметными их делать, то хотя бы читаемыми. Но, возможно, тут был какой-то хитрый план. Может, директор им сказал, так, на сайте должны быть контакты. А ребята-операторы как-то не очень жаждет отвечать на телефон и сделали их поменьше, чтобы не звонили. Судя по всему, весь первый блок темный, а у нас только он и будет. Поэтому меняем заливку на темную. Не будем рисовать какие-то прямоугольники. Целиком дно у контейнера перекрасим. Зажатым альтом ставим копию компонента. Потом через одно место можно будет перекрасить сразу все логотипы во всем макете. Да, сейчас у нас только один логотип, но привыкайте сразу быть порядочным дизайнером. Справа было 50, значит и тут 50. Раз, два, три, четыре. Проверяем, оставляем. Идем за текстовками, копируем, забираем, нажимаем Ctrl-C, возвращаемся в Figma, Ctrl-V. А тут они вставляются в виде списка почему-то. Список выключаем и сооружаем такой же автолайяут. Зажатым альтом Shift-A, Ctrl-D, Ctrl-D. Вставили, удалили пробел, забрали, вставили, пробел удалили и заменили текст. Тут-то навигация покрупнее. Проваливаемся через Enter внутрь и делаем все текстовки покрупнее. Обзываем все это дело TXT. Теперь звоним в Lucid и ищем сковородку. А вот и она. Вставляем сковородку, Ctrl-X, кстати, попало сразу в автолайяут, но мы порядочные дизайнеры, поэтому всякие иконки, кнопки и все остальное, логотипы, собираем здесь. Нажимаем Bubi, копируем и вот теперь выбираем автолайяут и вставляем уже копию компонента. Сковородки, наверное, все будут белые, поэтому меняем белый цвет прямо в компоненте. Тогда перекрасятся все сковородки. И тут она явно поменьше, значит, надо провалиться здесь, нажать Enter и сделать поменьше. Наверное, в один пиксель будет тонкая. Ну, кстати, нормально. Но я бы даже сделал где-нибудь, может быть, даже полтора пикселя. Да, когда у нас прямоугольник, тогда у нас каждая линия попадает в пиксельную сетку. И тогда вот эти вот полудроби, они плохо рендерятся, линии получаются некрасивыми. Вот сейчас вот ровно один пиксель, сейчас ровно два пикселя, вам не видно, контраст слетел. Вот видите, два пикселя или один пиксель, поэтому, конечно же, будет линия четкая. Как только мы делаем полтора, появляются вот эти полудроби и все, качество собрало чемоданы. Но если у нас под углом иконка, у нас изначально уже есть вот эта лесенка, у нас ничего не попадает в эти горизонтальные вертикальные пиксельные линии. А значит, нам фиолетово два пикселя, один пиксель, но все равно тут лесенка. А круг сковородка, он же лесенкой. Поэтому не паримся вообще по поводу того, что должно быть целое значение. У нас лесенка. Сами себе, хозяева, нравится такая сковородка, оставляем. Хотите сделать поменьше, возвращаемся сюда и делаем, например, где-нибудь пикселей 12. Только ручку надо пододвинуть. Вот, проверили, чтобы по центру стояло. Все, теперь вокруг сковородки, вокруг этого компонента надо добавить круг. И, конечно же, круг это закругленный квадрат. Вдруг потом скажут, а давай мы сделаем квадратный поиск. Нам не придется переделывать круг в квадрат, мы можем просто скругление заменить. Поэтому нажимаем Ctrl-Alt-G вокруг компонента. Это будет что, например, button, или пусть это вообще search будет. Search. Вот, и что нам надо сделать? Побольше, да? Где-нибудь пиксели, например, 40 на 40. Так, вваливаемся внутрь, выравниваем Alt-H, Alt-V. Сразу ставим привязки, чтобы это всегда было по центру. Вдруг мы будем менять размер контейнера, тогда иконка будет всегда в центре, потому что мы ее привязками привязали. Добавляем обводку белого цвета для начала и делаем скругление с запасом. У нас 40 на 40, то есть 20 уже хватит. Но, возможно, мы будем делать эту иконку потом больше. И 20 уже будет не хватать. Поэтому можно изначально сделать 50. 50 плюс 50 сверху-снизу, это значит 100 по высоте. Можно будет в пределах 100 пикселей растягивать эту иконку и не придется перенастраивать скругление. Классный план. С белым я погорячился. У нас же есть вот такой светлый бордер. Подходит. Вываливаемся на уровень выше, ставим автолоялт с правой стороны, привязки справа и делаем отступы побольше. Чересчур. Сколько? 30. Ну окейушки. Справа через alt-d и на 50 пикселей сдвигаем. Отодвигаемся, выравниваем все это дело с логотипом. Идем вверх и отступаем тоже какое-нибудь красивое число. 40. Логотипы txt можно подружить в папке middle, например, middly. А middle и subheader обозвать все вместе header. И можно поставить какой-нибудь порядковый номер. В плане повтора header уже готов, но возможно вы будете делать потом еще и внутренние страницы и захотите настроить адаптивность. Давайте сделаем это через автолоялт. То есть можно было оставить как есть и идти уже делать следующие блоки, а можно потратить время на то, что в принципе нам в данном конкретном случае не пригодится. Но это же клево поиграть в автолоялт. Выбираем группу middle, нажимаем shift-a, чтобы добавить автолоялт, который будет раскидывать по разным углам кровати логотип и пункты меню. Значит между ними должен быть не фиксированный с каким-то определенным значением отступ, а не какущий. В смысле его вообще не должно быть. Удаляем, нажимаем enter, появляется автоотступ, который всегда будет расталкивать все эти элементы в разные углы. И вот уже адаптивность здесь появилась. И теперь за счет вот этого автолоялта можно поднастроить немного текста. Во-первых, сделать их чуть крупнее, а то вы там барабаните, что лучше бы ты 18 поставил, лучше бы ты вот этот круг сделал побольше, не 40, например, а 48. Вот, а за счет автолоялта все остальное тоже сдвинулось. И логотип с той стороны тоже подвинулся. Отрегулировали тексты, а все остальное само подтюнилось, нигде ничего не сломалось. Так вот устроен автолоялт и теперь прям вообще, по-моему, один в один. Вот это можно убирать, чтобы оно вас не смущало, и давайте настраивать автолоялт в хедере дальше. Дальше можно настроить общий автолоялт у всего хедера, а можно настроить сначала внутреннюю верхнюю часть, а потом уже подружить их снаружи. Тут уже кому как больше нравится, я думаю, что если мы пойдем вот сюда и нажмем здесь shift-a, сразу все сломается. Если мы потом вот у этой части разломаем ее, здесь делаем вот так, то хедер вообще сплюснет. Поэтому, чтобы его расфилило изначально, лучше, наверное, сделать сначала общий автолоялт, а потом уже вваливаться туда в сабхедер и там что-то настраивать. Ставь лайк, если понял, что я только что сказал. Теперь, когда снаружи есть общий автолоялт, через enter вваливаемся внутрь, чтобы выделить сразу всю начинку и филим обе части. Если где-то что-то съехало, то через shift-enter вываливаемся на уровень выше, чтобы выбрать общий автолоялт. И, во-первых, можем проверить, что нижняя часть уже адаптивится, вторая визуально как будто бы тоже, но на самом деле здесь отступы скейлятся. Они не фиксированные, а скейлятся за счет того, что мы просто сжимаем группы. Это не такое поведение, которое мы заказывали. Вот, а во-вторых, мы должны поставить по ширине 1920, чтобы хедер был такой же ширины, как общий контейнер этой страницы. Осталось настроить автолоялт у сабхедера, но перед тем, как нажимать shift-a, не помешало бы сфотографировать текущую высоту, потому что там внутри через clip-контент есть выступающий элемент, который сейчас наломает дров, и действительно все изменилось. Но мы-то знаем, что 70 пикселей. Созданный автолоялт — это контейнер, и раньше у нас был контейнер, который мы перекрашивали, теперь он нам не нужен. Значит, забираем его свойства, вставляем в автолоялт, и этот контейнер просто разламываем. Высота сабхедера должна быть 70 пикселей. Так и делаем. Текст должен быть посередине контейнера с правой стороны. Нажимаем, вроде бы по центру, но пока мешает вот эта полоска. Ей делаем абсолютное позиционирование и отправляем на задний план. Текст, собственно, теперь опустился ниже, встал по центру контейнера, потому что полоска не участвует в выравнивании, она абсолютно спозиционирована. Текст отодвинуть на 50 пикселей можно правой границей у сабхедера. Это же автолоялт, а значит можно настраивать любую из четырех сторон. У линии 20 пикселей скругления, а значит, чтобы в 70-пиксельном контейнере снизу торчала линия на 20 пикселей закругления, эту линию от верхней границы надо опустить на сколько? Ну, конечно же, на 50 пикселей. Вы сегодня молодцы, математика довольна. Значит, через AltW пускаем в самый верх, а потом ставим 50 пикселей по Y, опустив линию от верхней границы на 50 пикселей. И чтобы при изменении при адаптивах ширины контейнера линия не искажалась, чтобы эти скругления никуда не съехали, надо будет ее привязать с двух сторон, слева и справа, а по высоте уже сами смотрите. Если планируете высоту хедера как-то при адаптивах смещать, можете еще привязать к одной из сторон, к верхней или к нижней. Наверное, тут надо будет к нижней, потому что касается трех границ снизу. А в данном случае мы не будем высоту менять, хватило бы и двух сторон. Вы правильно заметили, текстовку не мешало бы поднять повыше, она-то стоит по центру контейнера, но у нас контейнер хитрый, с запасом тут 20 пикселей, а значит, чего надо сделать? Поднять, например, от нижней границы приподнять. Все. Можно проверять адаптивы. Все работает. Огонь. Адаптивы готовы, и все это сделано через автолайяут. Супер. И с одной стороны нет смысла заморачиваться на автолайяут, повторяя одну какую-то страницу, если не будет адаптивов, потому что все это дело как будто бы не пригодится, а значит, зачем тратить на это время, можно просто положить в группу, в другую группу и театр рисовывать следующий блок. Но ведь вы повторяете с большой вероятностью работу не для того, чтобы чужую работу положить себе в портфолио, а для того, чтобы научиться нажимать кнопки. Учитесь. Где еще учиться в автолайяуте? Ну в макете, конечно же, вот и учитесь. Ну что, поедем дальше? Зажатым контуром тянем вниз и пододвигаем вот сюда. Сходим за буквами, скопируем сразу все текстовки, и вставим вот сюда. А чё это? А чё оно развалено? Зачем они на слова развалили? Заголовок. Понятно, это вот отдельная фраза. Тут нема базару взяли и сделали отдельным словом. А почему вот это развалили? Странная история какая-то странная. Вот это забираем. Пока сюда. Тут, судя по всему, стандартный Times New Roman с Италиком. А это что, обычный Ариал, что ли? Смотрите, какая капелька. Очень похоже на капельку у Ариала. Действительно похоже. Так, а с размером что? 72? Не, наверное, это еще больше. 96. Похоже. А это маленьким каким-нибудь. Где-то вот таким. Да. Первое слово 96 пикселей. Тогда и здесь тоже поставим такое же значение, чтобы визуально они были одинаковыми. Надо добавить еще немного. Вот так. Ставим по базовой линии. Выбираем одно второе. Первое взлетело из-за автолаяута и разных шрифтов. Можно пустить обратно за счет базовой линии. С зажатым шифтом выбираем вторую строку. Shift-A нажимаем. Она вниз отлетает из-за лайнхейта. Но можно вверх поднять отрицательным отступом. Наверное, минус 12. Ну да, где-то так. Значит, тут у нас должно филиться. А сверху нет смысла, потому что там и так по одному слову еще и разные детальки. Значит, выбираем вторую строку. Вот это, кстати, можно обозвать H1. Это заголовок H1. Вот это кидаем туда в группу. И вместо группы нажимаем Shift-A. Значение 52 некрасивое. А вот 60, наверное, пойдет. Да, тут, кстати, можно даже сделать и крупнее. 24. 20 как будто бы не хватает. У них, наверное, 21. Но 21 такой какой-то непонятный размер. Когда вы в последний раз видели размер текста 21 пиксель. Поэтому оставляем 20. Вот почему я говорю. Не отрисовывайте прямо в пиксель в пиксель. А то привыкнете к каким-то непонятным значениям. У вас же даже тут в заготовке говорят. Используй или 20, или 24. Ну какой еще 21? То есть технически сайт хуже не станет. Продаваться что-то хуже или лучше не начнет, если у вас значение будет у текста 21 пиксель. Но просто стандартное значение 20. Почему бы его не использовать, если оно тут нормально смотрится? Заголовок сделали. Надо кнопку делать. Пойдем текст возьмем. Скопируем. Классные микроанимашки. Прям вообще. Анимашки тут хороши. Да, классненькие. Анимашки супер. Вставляем текст и удаляем лишнее. Жмем Shift-A, чтобы получился автолаял. Вот сразу ставим по центру. По бокам где-нибудь непонятно, что там происходит. Поэтому давайте сразу сделаем в цвет кнопки. Так вот, по бокам где-нибудь, например, 30 пикселей. А по высоте так. И закруглить же надо. 50 хватит с запасом. Если будем что-то увеличивать или уменьшать, то нам этого запаса хватит. Можно поставить где-нибудь пикселей 36. Ну вот, вроде бы, похожая кнопка. 24. Хорошее значение. И, наверное, снизу сверху надо сделать 22, чтобы текст сбалансировать, чтобы он на пару пикселей стал визуально ровнее. Так. Чего дальше делать? Это button обзываем. Нажимаем boobie, чтобы сделать мастер. Ctrl-T, чтобы оставить компонент. А мастер выкинуть туда, где лежат все мастера. Кнопка есть. Нужна стрелка или Shift-L. Нарисовали стрелку. Перекрасили в какой-то цвет. Сделали ее, например, в 2 пикселя. А тут же такая стрелка, что если уменьшаем размер, уменьшаются хвостики. Значит, звоним тогда в Lucid и возьмем стрелку там. А, roll. Вот эту. Ctrl-X. Ставим там, где все элементы. И нажимаем boobie. Стрелку так же, как и сковородку, сделаем в 1,5 пикселя, чтобы все иконки были в одном стиле. И там хвостик чуть длиннее у той стрелки. Она приблизительно вот такая, наверное. Теперь все это дело надо выровнять. Внутри контейнера проверили. В режиме контура. Да, все как надо. Так, белым цветом или каким? Давайте ставим белым цветом. И сейчас немного схитрим. У нас есть вот такая заготовка. Не придется сооружать заново. Ставим вот здесь. И, кстати, видите, как хорошо, что, во-первых, тогда поставили привязки, и теперь все это дело можно раздвигать. И не придется настраивать как-то чего-то куда-то заново. А, во-вторых, тогда скругление поставили с запасом до 50 пикселей. Этих скруглений хватило, чтобы сейчас не пришлось скруглять чего-то там заново, вваливаться в скругление и там менять значение. Видите, как классно с запасом делать. И так как тут компонент, просто его меняем на другой компонент, на стрелку. Ну, вываливаемся на уровень выше, нажимаем Shift-X, и тут, кстати, есть новый цвет, красный. Идем подбирать этот цвет. Значит, либо вот сюда. Ну вот, пойдет. Значит, это будет Red. Градиентик, бахнем. Кнопки готовы. Одна, вторая, AutoLayout. И закидываем в общий AutoLayout. Огонь. Если надумаете приглушить текстовку, так как тут это можно провернуть через непрозрачность. Осталось понять, как все это дело разместить. Видите, у них тут, наверное, сколько? Пикселей 200? Да вот и по X ставим пикселей 200. Вроде как надо. По высоте какое значение? Минус 26, чтобы тоже было красивое значение. Ну вот, визуально как будто бы то же самое. Фотография. Идем на сайт. Правой кнопкой. Повезло. Доступно. Можно просто взять и скопировать. Уменьшаем фотку. Отступы небольшие. По центру ставим. Значит, ширина где-то 1780. Нормальная такая ширина. А вот по высоте, наверное, пикселей 850. У них, смотрите, 870. Сколько-то там. Ну вот почему бы не сделать классное значение, с которыми удобно работать. Даже можно, не знаю, 1800 на 850. Ну классное же значение. И удобно будет работать. Где-то что-то обрезалось. Да нет, даже челка чуть лучше видна. То есть фотография вообще не пострадала. Но смотрите, какое клевое, удобное значение. Супер же. Если там у нас 200 пикселей, то здесь было бы классно тоже сделать 200 пикселей. Сворачиваемся. Это будет 1h1. Это будет 2img. Видите, я привык правильно подписывать. Раньше писал pic, picture, а теперь img, image. Ну, собственно, все. Дальше текстовки с иконками вы уже сами попробуйте, если захотите. Еще тут линии есть. Но эта линия это просто 6 точек. Можно еще и в общей автолаяут все это дело бахнуть, но тогда придется настраивать отступы. Хотите настроим отступы? Давайте. Здесь, например, fill. Здесь тогда тоже fill. Так, тут нет автолаяута. Значит, надо shift A. По высоте будет вот столько. А по боковым отступам сколько? Внутри. Должно тоже филиться. Общий контейнер уменьшаем. Фотонька филиться. А здесь сколько у нас было? 200? Давайте сделаем 200. И вот у нас получился общий автолаяут. Текстовки что-то не филиться. Все, заработал? Да, заработал общий автолаяут. Что-то отступы какие-то конские стали, были поменьше. Сколько там было? 50? 60? Удобно. Взял, значение поменял и все построилось. И теперь, если вы захотите изменить, например, скругление уголков, вам не придется потом дополнительно сдвигать заголовок и фотографию и все остальные блоки. Например, вы решили, что вот эти углы должны быть в 30 пикселей. А значит, высота общая у фрейма уже как будто бы здесь как-то конфликтует. И возможно, надо сделать 80 пикселей. И тогда все дальше сдвинется. Прикиньте, как круто в автолаяуте. Вообще, есть идея собрать какой-нибудь сайт? А может, дашек? Дашек их, кстати, надо обновить. Там же дашек, а может, 2 года там без автолаяутов. Там, кстати, всех дашек, как светлый и темный. Там еще и со звуком беда. Там, по-моему, я, кстати, вам делал вот эту полупрозрачную фоновую подложку. И потом мы сверху все это дело повторяли. Но со временем я поумнел, и я понял, что тот подход, он неправильный. Классно, когда вы сами управляете значениями, а не бездумно повторяете чужие пиксели. Так что когда-нибудь, прям в ближайшем будущем, обязательно сделаем новый дашек с полным автолаяутом. Да, автолаяут не умеет сдвигать элементы, но мы кое-что придумаем, чтобы было у нас ощущение полного автолаяута. Сделаем все блоки на автолаяуте и будем потом играть в гармошку. Есть там один плагин, который поможет нам с этим. На выходных, кстати, буду фидбок записывать, так что кто там следующий по очереди, скоро будет. Не расходитесь, все будет. Еще вот этот надо в стрим провести, вторую часть. А то первую провел, половину сайта задаптивил, обещал вам макет отдать, чтобы вы тоже поигрались, научились все это дело быстро делать. А вторая часть стрима уже сколько, месяца полтора, наверное, два прошло, а стрим все никак не проводим. А еще вот это надо записать, тоже там уже миллион лет прошло. А еще хочу сделать вот тут вот отдельную рубрику со всякими полезными программами и утилитами для веб-дизайнера, которые позволяют круто, быстро делать работу и успевать, пока они там делают второй проект, мы уже третий сдали. Вот такой план. Хочу вам тут сделать еще кое-чего такое полезное. Так что врубать бубинет, чтобы не пропускать, ссылка на этот файл есть внизу в описании ролика, это карта этого канала, в какой последовательности что смотреть, чтобы было максимально продуктивно. Так что не ставьте больше рев снизу полупрозрачной подложкой и не отрисовывайте сверху эти пиксели, поставьте его сбоку, снизу, сверху и отрисуйте, повторите работу где-нибудь рядом со своими значениями, чтобы вы понимали, что вы делаете, а не просто бездумно за кем-то повторили чужие пиксели. Если было полезно, поддержите, вам не жалко, а мне сами знаете, приятно, иго, общаться в комментариях, отсыпьте жменьку своей активности. Скоро увидимся, слышимся. Вот и поговорили, вот и записали ролик. Спасибо, интернет, умеешь поддержать в трудную минуту. Окей, вы вот эти вот потом 35 пиксельные, пиксельные, даже боюсь выговорить 35 пикселей. И что-то это очень, ну очень, как-то очень, ну очень скромно. Надеюсь, смысл я вам передал. Не ставьте. Субтитры сделал DimaTorzok